Привет! В этом видео я хочу показать, как мы можем сделать достаточно простым способом хромированный материал, который при этом будет еще выглядеть очень интересно за счет того, что на нем будут находиться разные цвета, и вы сможете достаточно простым и удобным способом менять эти цвета на тот манер, то есть менять те цвета, на которые вам нужно, достаточно удобным способом. Не обращайте внимания на то, что у меня сейчас тут, по сути, два блендера открыты, просто в этом я буду показывать именно, как это выглядит в реальности, а здесь уже смогу параллельно с вами это все быстро делать. Значит, что мы получим в конечном итоге? Мы получим вот, например, такой вариант этого материала, или же вот такой вариант, или же вот что-то такое. Ну, в общем, достаточно это все можно разнообразно делать. Я думаю, что вы сами видите, что перспективы у этого достаточно большие в применении на различные объекты, и из этого можно будет получить прям суперские результаты. Вот на любой объект это все накину, ну и вы сами видите, насколько это круто выглядит. И сейчас я объясню, насколько просто это все делается. Значит, тут ничего такого прям нет. Это всего лишь работа металлического материала и его отражение на... Точнее, от окружения. Значит, давайте это все быстро здесь повторять. Я просто удалю все, добавлю сюда Сюзанну, где у нас здесь манки. Вот. Ну и накину ей просто сабдивижена две итерации, да. Вот я условно вот так вот применю это все дело. Ну и как-то слегка поверну просто, чтобы было больше вот таких вот плавных моментов в кадре, если мы будем смотреть с вида спереди. Значит, что нам потом нужно сделать, это просто открыть здесь вот эту вкладочку с миром, и вот там, где color, нажать на вот эту желтую штучку. Давайте вот еще раз screencast case. Так. Так, ну пока не видно, но, в общем, тем не менее. Так, сейчас. Да, видимо, какая-то ошибка. Ну ладно, это, в принципе, не так важно. Продолжим. У нас вот есть такая желтая пимпочка, мы на нее просто нажимаем и environment texture. Это нам надо, чтобы добавить окружение, но прежде, прежде мы сделаем материал новый. И что мы сделаем? Мы цвет, я пока что выставлю на белый. Roughness поставлю на 0,2, чтобы не было прям таких вот. Вот, кстати, появилось у нас, да, все, заработало. Поставлю 0,2, чтобы не было прям таких острых отражений. И металлик выключу на максимум. Потом, что я сделаю? Можно, конечно, делать это все и в Eevee, но я предпочитаю Cycles в данном случае. Выставляю GPU, чтобы было быстрее. Сразу ставлю Color Management на High Contrast. Пусть будет. Смотрим, что у нас есть сейчас. У нас вот такое вот фиолетовое отражение. Значит, что мы сделаем? Мы в вкладке Film поставим галочку transparent. И сейчас нам надо добавить или сделать ту карту, которая нам будет создавать отражение. У нас есть два варианта. Это или сделать самим вот эти цветные градации, как вот вы можете заметить это здесь. Или же добавить абсолютно любое изображение, которое вам понравится с той цветовой гаммой, которая там находится. Давайте поработаем сначала с первым случаем. С созданием... Ого. Тихо. С созданием Noise Textures и Color Ramp. Значит, у нас есть Noise Texture и у нас есть Color Ramp. Мы это все дело подключаем. Я буду подключать цвет и затем цвет к цвету. Смотрю сразу, что получается. Пока что ничего, потому что у нас вот отражение Noise Texture, они выглядят именно вот таким вот образом. Что мы сделаем? Scale мы поставим сразу на единицу и все остальное просто по нулям. Нам это не нужно. То есть, чем больше Scale, тем больше деталей будет цветовых. Я пока что для себя определю оптимальный вариант. Это единичка. Потом что мы делаем? Мы добавляем какое-то количество вот этих вот пинов. И группируем их примерно вот так вот в центре. Ну, примерно с вот такой вот теснотой. Что-то... Что-то вот, я думаю, такое. Черные я пока перенесу куда-то вот сюда. Я просто вот буду сразу смотреть, где черные лучше работают. Так. Может быть, где-то здесь. Ну да, вот тут мне черные нравятся пока что больше всего. Так. Хорошо. Ну и теперь мы можем просто добавлять цвета, те, которые нас устроят. То есть, как это выглядит все на самой вот этой вот текстуре. Это выглядит... Вот вы можете заметить, как это там выглядит. Вот эти полосы. Ну вот. Но я отключу пока что. Так. И значит, делаем те цвета, которые нам нужны, которые мы хотим добавить. Вы можете скопировать палитру с абсолютно любого источника, найти на сайте или что-то еще, что вам... Что вам может понравиться. То есть, ну, в данной ситуации я пока выбираю те цвета, которые мне могут подойти. Давайте. Вот что-то такое. Например, что-то вот... Может быть, вот такое. Вместо желтого еще какое-то там. Ну, не знаю. Что-то, что вам вот понравится из цветов. Ну, пусть будет пока что вот такой, да. И тут можно регулировать, вот как вы видите, плотность заливки тем или иным цветом, просто когда мы двигаем вот эти вот ползунки. Вот, например, я хочу больше черного. Я сделаю еще одну вот эту штучку и добавлю тоже черного. Вот, ну и получилось, получился такой достаточно интересный хромированный материал. И, как вы можете заметить, вот если я здесь попереключаю различные... Вот, различные вот эти вот градиенты, которые я уже сделал, вы можете увидеть, что они достаточно разные получаются. И можно сделать прям вот очень интересное изображение. А в целом эта тема мне пришла, когда я увидел вот этот вот рендер данного человека. Он это делал в синеме, но я захотел это повторить в блендере. Вот. И вот такой вот результат получился. То есть сейчас будет еще интереснее. Мы будем работать, начинать именно с изображениями. Значит, как это работает с самими изображениями. То есть если мы его сейчас включим... Пока что не обращайте внимания на вот эти ноды, они нам пока не нужны. Я подключу цвет. Интересное отражение, согласитесь? Или вот здесь. Ну и казалось бы, что это за такие environment текстуры, которые вот позволяют добиться вот настолько классного отражения цветного. Но давайте посмотрим в целом, что это за текстура. Как она выглядит. Так, я вот это тут оттяну и выберу ее. Сейчас гляну. По-моему, вот это. И что же мы видим? То, что это самое обычное изображение, которое я просто взял с этого профиля. То есть я его просто взял и скопировал. Если мы посмотрим, как это выглядит именно в самом мире. То есть... Так. Транспарент отключаем. Смотрим. Так это та же самая картинка. И она создает именно все вот эти вот отражения. Вот. Поэтому это прям очень мощный инструмент, как мне кажется. Очень очевидный. Но я не часто видел, чтобы его использовали. Например, мы возьмем любые другие изображения. Ну, например, с этим я уже с этой сценой не буду работать. Я просто хотел бы быстро показать, как это все можно сделать. Поэтому я продолжу просто вот здесь и буду вам показывать, в целом, какие результаты у нас возможны. То есть я подключаю другую картинку, да. Получилось такое вот. Например, давайте возьму еще какие-то. Еще какие-то. Вот такую картинку, да. Просто картинка с сайта Unsplash. То есть... Вот. Я просто нашел абсолютно разные картинки, которые мне просто понравились. То есть я их скачал и в конечном итоге получаю просто замечательные вот такие вот отражения. Ну и мы можем это все, конечно же, регулировать, если мы будем в мэппинге. То есть нажимаем Ctrl-T, Ctrl-Shift-T. Точнее, просто Ctrl-T, да. Ну, тут у меня уже подключено. Давайте вот так вот сделаю. Ctrl-T. И у меня это появляется, вот этот вот мэппинг. Но надо подключить аддон not wrangler. То есть... Preferences. Addons. Вот. Собственно, вот последний. Да. И вот тут вы, конечно же, можете это все крутить. Вот по Y, по Z, по X. И что, получить какой-то другой результат, да. Немножко отличающийся. Ну вот. Мне, например, больше нравятся вот такие какие-то отражения. Собственно. Ну, я верну то, что у меня было. Давайте еще другое изображение. Давайте вот это. С того же самого аккаунта. Ну и, как вы видите, сохранились все... Вся та палитра, она сохранилась и создала нам дополнительные классные отражения. Ну и вы можете регулировать условно roughness, там чуть-чуть больше делать или наоборот в минимум уводить. Но тогда имейте в виду то, что, скорее всего, будет видна вот эта картинка, которую вы используете. Вот. Тогда ее надо или вручную размывать уже в каком-то фотошопе. Или просто roughness добавлять у нас на объекте. Ну вот. Давайте еще вот. Что? Ну, я, в принципе, все использовал, да. Ну, вот такой вот. Очень симпатично, очень просто. И это очень классно можно использовать, если мы вот посмотрим на аккаунт человека. Ну вот, насколько классные рендеры из этого могут получаться. И понятное дело, что если вы используете какой-то такой метод, ну, например, я буду использовать просто noise текстуру, которую я уже объяснил, как использовать, вы можете там добавлять какое-то дополнительное освещение, там, не знаю, point light, чтобы делать какие-то акценты. То есть чуть-чуть вперед. Как-то вот. Ну вот так. Ну и тоже что-то из этого может выйти. Вот. Или же можете менять цвет и тоже дополнительно делать какие-то вкрапления интересные. Ну вот так, например, получилось достаточно интересно. И зачем вот эти вот текстуры, текстуры, зачем вот эти ноды, которые я здесь добавил? Например, у вас возникла ситуация, то, что вы хотите... Так, секундочку, у меня камера размывает, выключен depth of field. Вы хотите, чтобы у вас, например... Так, я опять снял галочку с transparent, просто чтобы у меня появился фон. Вы хотите, чтобы у вас было, например, отражение с вот этого градиента на самой обезьянке. Но фон вы хотите, чтобы у вас был вот, например, вот такой. Хотите вот такой себе фон. Или давайте, чтобы было более наглядно. Может, вот этот будет получше. Ну да, например, вы хотите такой фон, но при этом хотите, чтобы отражения были как с вот этого градиента. Что нам стоит сделать Так, я сначала удалю просто вот этот Point Light Что нам стоит сделать Мы вместо Background будем использовать ноду Mix Shader Вот, Mix Shader Подключаем ее к Surface И теперь мы подключаем цвет к одному шейдеру Тот, который мы хотим отражения И, например, фон, который мы хотим, подключаем к другому шейдеру Вот, сейчас они миксуются, но нам надо их разделить Мы создаем ноду, которая называется Light Path Вот она, она тут у меня создана И из камеры Ray мы подключаем к фактору Мы подключаем к фактору И что мы видим? У нас, получается, сохранились вот эти отражения отсюда А фон сохранился вот этот, который мы подключили И мы, конечно, можем поменять это все дело местами И теперь это все поменялось Теперь фон у нас градиент А отражения у нас идут с картинки Вот, и, например, если у нас есть такая вот история Как же нам сделать так, чтобы вот эти все детали на фоне Они были менее заметными Чтобы не бросалось так в глаза, что это какая-то картинка Конечно же, я бы рекомендовал брать Рендерить это все с прозрачным фоном То есть, по сути, просто включить transparent И рендерить с альфа-каналом Ну, сохранить просто с фоном Точнее, без фона Вот, но если вы хотите добавить фон прямо здесь А не, например, в фотошопе То вы можете взять вот эту всю историю В камере Включить depth of field Вот здесь Выставить, ну, чтобы было заметнее Я f-stop поставлю на 0.1 Выставлю нужную мне дистанцию к объекту Примерно вот такую вот И вот подниму резкость Ну, например, до такого состояния И теперь у нас сам фон, он размытый А обезьянка стала чуть более четкой Вот, ну и вы, конечно, можете сами Играться с вот этим вот расстоянием С настройками по глубине резкости То есть это урок не по этому Но такое вот легкое упоминание этого есть Вот Но, как я сказал уже до этого Я бы рекомендовал делать как Я бы рекомендовал просто Использовать один background node Подключать его к surface Затем выключать фон Так, у нас film transparent Вот Ну и просто рендерить с прозрачным фоном И, конечно же, если вас что-то не устраивает В цветах В яркости, насыщенности Вы можете здесь добавить, например, hue saturation Добавить saturation Это касается и изображений То есть просто делаете такую ноду между ними Или же вы хотите изменить именно Сами цвета быстренько через hue Или сделать их ярче Там вот Что-то такое можете менять Ну и то же самое касается brightness Brightness contrast То есть делаем чуть более ярким Так верну назад Или контрастнее Вот Ну и тоже получилось, собственно, интересно Или же можете дополнительно Вот использовать кривые Чтобы как-то улучшать картинку Экспозицию тоже ей менять Гамму менять Вот Ну, в принципе, это все Можно еще заняться композитингом Но это пока что не входит в этот туториал Я думаю, в принципе, композитинг Это вообще отдельная тема Вот Собственно, просто нажимаем затем F12 Ну, перед этим выставляем настройки рендера Там Ставим нужное количество сэмплов Denoise и прочие вещи Вот Рендерим это все дело Ну и потом просто Image Save as Ну и дальше, я думаю, вы знаете Что с этим делать Вот Это, в принципе, все, что я хотел сказать Сейчас уже на моем канале Почти что Тысяча подписчиков В целом, хотел бы сказать Спасибо Я не думал, что Будет так хорошо получаться Как мне кажется Вот Поэтому на этом у меня все Если у вас есть какие-то предложения Можете спокойно мне писать Куда угодно Можете писать в Instagram В принципе, все ссылки нужные Я оставил Под видео Вот Или можете Лучше в комментариях Чтобы все мои вот эти старания Все вот эти видео Они лучше продвигались На самом YouTube Вот Ну и да Если какие-то будут идеи Приложения Просьбы Тоже можете это все писать Я буду это все смотреть Вот И как я ранее писал Я планирую вести такую рубрику Где я буду разбирать Туториалы по синими И переносить опыт Оттуда В Blender Конечно же Наверное Не все получится повторить Потому что какие-то вещи Может быть Будут уникальными Там чисто для синими Но Примерную альтернативу Я буду искать Вот Ну теперь точно все Спасибо большое Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok